Всем привет, дорогие друзья! С вами Локи, это очередной воскресный подкаст, в котором мы с вами поговорим на сей раз на различные темы. А точнее, наверное, я начну этот подкаст с того, что расскажу, с чего же всё вообще началось, моё знакомство, как оно началось с видеоиграми, вообще с игровой тематикой, откуда это пошло, как я этим, так скажем, заразился. Потому что многие-многие люди меня просили рассказать немного как-то о себе, о том вообще, с чего это всё начиналось. Началось, наверное, года с 96-го, вот так вот я предполагаю, когда мне лет 6 было, у меня появился Дендик, хотя, может, даже пораньше, и я играл в основном в Дендик. И у меня даже сначала был Сюбор, назывался вот так вот, это было тоже что-то типа Дендика, но вот он был на вид немножко другим. Потом у меня появился стандартный Дендик, и я любил играть в Ниндзю, там был какой-то Ниндзя, да я точно помню, который пытался спасти свою невесту. Потом я очень любил Один Дома, и также помню различные игры типа Контры, или ещё была крутая игра, но, честно сказать, не помню название, где ездишь на джипиках, вид, сверху ты можешь играть один или вдвоём, или даже до четырёх игроков, потому что на Дендике, по-моему, можно было четыре геймпада-то иметь. Вот, и ты мог играть, там вид сверху, ездишь на джипики, усовершенствуешь, и такой тоже типа, ну что-то типа Контры, только вид сверху. Вот в неё я помню, мы ещё, когда я был маленький, ездил на дачу, у меня там были друзья, тоже приезжие из Питера, там, и те ребята, которые жили там зимой и летом. Вот мы, у кого были Дендики, мы собирались, играли там друг у друга, но чаще всего нас родители гнали на улицу, мол, лето, идите гуляйте. Но вот в свободную или в дождливую погоду мы всегда зависали у кого-то дома и играли в Денди. Потом появилась Сега, буквально, я думаю, у меня через пару лет после этого, но изначально в Сегу я играл у своего двоюродного брата, мы играли с ним в... тоже вот не вспомню сейчас все названия, там, в общем, мы играли с ним на пистолетах, где либо ты играешь за полицейских и убиваешь террористов одними прицелами, можно было играть на джойстике, можно было играть на пистолетах. Либо играешь против ковбоев, вот две игры. И также Road Rush, Хоккей, Рестлинг, Рестлермэния, всякое-всякое, также любил футбол, FIFA 95. Но это все, так скажем, были первые такие вот игры у меня, но потом как-то летом я опять поехал на дачу, и у моих друзей они мне показали, что на Сеге есть игры с сохранением. То есть вот если разобрать картридж, то на плате была такая маленькая ячейка, куда засовываешь батарейку, такую плоскую, круглую батарейку, такая примерно как для часов, только большая. Вот, и в этих играх, у которых есть такая вот платка, ты можешь сохраняться. И тогда вот я помню, у меня были обменники недалеко от дома, я менял игры после этого лета, я находил игры, это были Fantasy Star, это был хоккей, футбол с сохранением, хоккей, помню, 98-я, FIFA была с сохранением, что там еще. Очень много различных RPG, типа Shining Force 1-2, История Тора, Cursed Crusade, по-моему, как-то так называлась игра, Land Stalker, то есть много вот таких вот Immortal, различные крутые игры были с сохранениями, и тогда для меня это было действительно круто, потому что, к примеру, вот мои любимые игры на Сеге, это Shining Force 1-2, мы проходили с друзьями где-то две недели на даче, мы приходили с утра до вечера, качали свою команду, там надо было, изначально ты начинаешь одним персонажем, а потом уже к тебе присоединяются в команду, и ты ходишь, как бы, в принципе, она вид сверху сделана, но когда ты в боях, это идет пошаговое, что-то типа как в Героях Меча и Магии, но при ударах там показывают больших двух персонажей, как один другого ударяет, но это очень клево сделано, на вид похоже, наверное, даже на Disciples, вот. Потом в 2004 году, после всего этого, я вот долго играл, потом у меня у друга появилась Sega Dreamcast, мы с ним вот играли, он часто ко мне приносил, жил в соседнем подъезде, вот. И у него, я помню, тоже часто играл, тогда я познакомился с играми Silent Hill, Resident Evil, для меня это тоже было что-то такое прям обалденное, Grandi, игра тоже RPG, потом Shenmue, тоже отличная игрушка, но вот больше у меня как-то все цеплял Silent Hill, Resident Evil, и потом появился у моего друга компьютер, у меня его еще не было, и вот мы у него зависали, играли в Doom 3, потом мы играли у него в Sacred 2, что там еще, ну, конечно же, футбол, мы играли в Prevolution Soccer, я точно помню, по-моему, 2003 года, и потом, потом, что же там было. А, ну и, конечно же, в Silent Hill 2, я помню, она у него была на трех или четырех дисках, ну и потом вот летом мне на день рождения купили компьютер, это в 2004 году, и первые мои две игры, это были три, три первых игры, Сакрид 2, я ее купил еще до того, как мне купили компьютер, это было вообще забавно, потому что я не знал, на 100% купят мне его или нет, но игру уже лицензионную купил тогда. И после того, как мне привезли компьютер, я купил Spider-Man 2, Max Payne 2 и Euro 2004. Вот это мои первые игры. Также друг мне принес потом Пенкиллера, еще что-то, ну и, в общем, пошло-поехало. Сначала, поскольку я учился в школе, особо денег не было, я покупал, конечно, пиратские диски, в основном старался брать DVD-сборники, где было много разных игр, поэтому сейчас у меня очень много вот чисто пиратских DVD-ушек, но потом, как-то со временем, я понял, что лицензии действительно круче, там есть онлайн, там есть русификация, там нет никаких проблем вылетов, и действительно я начал переходить на лицензию, и уже с появлением интернета, когда некоторые игры требовали действительно подключения, активацию там через интернет, и FIFA в онлайне мне доставляло больше удовольствия, и поэтому я начал переходить на лицензию. Ну и, в принципе, сейчас с появлением Steam, Origin, в основном все игры покупаются в цифровом виде, вот. Ну и не так давно, сколько, где-то полгода назад, появилась третья PlayStation, именно потому что я захотел пройти эксклюзивы для канала, если бы, наверное, не канал, то я бы себе её и не брал, потому что смысла в ней я особого не видел, вот. Также, думаю, в дальнейшем планирую взять четвёртую Сонику. Многие-многие спрашивают, буду ли я её брать, скорее всего, да, но попозже, потому что сейчас тоже на неё особо игр нету, и платить 20 тысяч за пылесборник, ну, я не знаю, мне это пока не нужно. Ну вот так как-то, в принципе, я и познакомился со всей игровой индустрией, и сейчас я этим занимаюсь, потому что мне это нравится, и я... Почему вот у меня канал, к примеру, он разнопланный? Потому что мне нравятся многие жанры игр, и я могу поиграть как и в спорт, как и в шутер, в RPG, и экшен, всё что угодно. Поэтому, ребят, некоторые видео вы просите, чтобы я выпускал почаще ту или иную игру, но канал у меня не посвящён чему-то одному, как есть вот, например, многие, кто подписывает на FIFA, они видят других фиферов, у которых каналы в основном на FIFA основаны, они видят, что у них вот FIFA выходит там, да, а у меня канал, ребят, если у меня выходит FIFA, да не значит, что выходит только она. Поэтому я стараюсь уделять время всему-всему-всему. Вот. Но не всегда бывает, получается, потому что я тоже человек, а не робот, и иногда тоже хочется отдохнуть, позаниматься чем-то своим, куда-то сходить, развеяться с друзьями, там ещё что-то. Если раньше, к примеру, я в таком более подростковом возрасте я тусил по всяким клубам, концертам, очень часто ходил на всякие концерты, и в основном где-то всё время зависал с друзьями, то потом как-то вот по стечению обстоятельств все начали уже учиться после школы. Ну и вот, наверное, первые курсы, там первый-второй курс уже после школы, это тоже как-то ещё так встречались с теми, кто со школы учится, но при этом у каждого уже был свой круг общения с новыми знакомыми какими-то, с друзьями, и поэтому все как-то разошлись. Ну а сейчас общаюсь в основном с теми друзьями, которые уже были после учёбы, и встречаюсь не так часто, потому что сейчас все уже выросли, сейчас все уже работают, кто-то куда-то уехал, кто-то уже даже женился, там вышел замуж, так что много-много всякого, поэтому чаще всего не получается уже встречаться так, как это было раньше, ну потому что с возрастом действительно, ребят, вы поймёте это сами, кто ещё учится в школе, что вот это время, которое у вас есть сейчас, им нужно пользоваться и не тратить его на что-то такое вот, не знаю, там на залипание в той же доте, к примеру, с утра до вечера, и лучше действительно провести это время с друзьями, пока оно есть. А в доту, честно вам скажу, вы всегда успеете поиграть, и потом просто, вот честно, у меня иногда вот сейчас даже выходит такая, иногда в голове возникает такая мысль, что действительно жалею вот о том времени, которое было, когда вот я тусил, гулял, радовался, это действительно было круто, и сейчас порой иногда этого даже не хватает, потому что просто даже бывает нет возможности, чтобы нам все вместе собраться, встретиться, куда-то сходить, потому что то у одного дела, то у другого, то сам не можешь, то еще что-то там простыл, то на работе, то еще где-то, ну и вот так вот как-то все это складывается. Ну это вот по поводу того, что, в принципе, в моей жизни происходит и происходило, как вообще познакомился с играми, ну а сейчас немножко отойдем и поговорим уже о канале, что у нас сейчас на нем есть, и что будет. Не так давно я начал снимать по многочисленным просьбам OneUp за Халка, и что хочу сказать, спасибо тем людям, которые поддерживают и понимают то, что я играю в первом дивизионе, а не как многие фиферы, играющие там с 10 по 7 какой-нибудь дивизион, и самые низшие, которые даже в своих роликах говорят, что, ну я там перешел в дивизион чуть повыше, потому что очень просто. Ну а я вам скажу, что играя за Халка в первом дивизионе играть не настолько легко, и тем более, когда ты играешь против одних навеса дрочеров, то это действительно сложно, сложно забить, и кто там говорит, мол, типа, там вот у другого, там во второй серии уже почти весь бронзовый, рарный состав, и ты тут три гола забил. Я никуда не тороплюсь, ребят. Для меня даже, если я в каждой серии буду зарабатывать по одному футболисту, но это будут интересные матчи, в которых я буду стараться забить, а не просто играть на одного Неймара, какого-нибудь в центр, и все. И я вам честно, вот по игре, даже вот у меня есть бразильский состав, по игре Неймар и Халк, это две разные фигуры просто. То, что может сделать Неймар с мячом и Халк, это абсолютно разные футболисты. И сравнивать даже уанап за одного и другого, это тоже бред, поэтому, если вам просто не нравится, смотрите тех, кто нравится, и вопросов как бы нет. А почему я выбрал Халка? Просто потому, что захотел, потому что мне нравится этот футболист, и я не хотел делать того же, тот же уанап, скажем, не знаю, с Неймаром, который уже есть на Ютубе. Халк может тоже есть, ну, не знаю, почему нет, почему нет, к примеру. Это вот, что касается уанап, будет выходить, друзья, я думаю, раз-два в неделю, все зависит от вашей активности, то есть, если много-много лайков, я стараюсь снимать почаще. Но это, в принципе, касается всех прохождений. Вот. Также, что хотел сказать? Ух, что-то я даже запарился немножко. По поводу остальных видео. Что у нас еще сейчас на канале? Last of Us. Ну, там осталось не так много серий. Я думаю, серий 8-9, по-моему. Ну, еще недели полторы, я думаю, две он будет идти. Не каждый день, скорее всего, тоже выкладываю по мере вашей активности. Вот. И главное, главное, что хотел сказать, пока не забыл, на этой неделе, то есть, вот, на следующей выйдет три серии Far Cry 3-го, я их уже отснял, и эти серии будут, так скажем, пробными. Если они будут хорошо набирать лайки, просмотры, ваши положительные отзывы, что вам нравится, мы будем продолжать снимать. Если же это будет так вот, ниже среднего, или примерно средние просмотры, то, скорее всего, эту игру я брать не буду, и закончится прохождение на трех сериях, так скажем, начальных, потому что игра длинная, и брать, так скажем, полуживой проект, который не всем будет интересен, я не особо хочу. Я лучше выберу что-то другое, посмотрим. Также, друзья, пишите в комментариях, что, что бы вы хотели увидеть, просто в основном прохождение складывается именно от большинства, то есть, кому что нравится, и большинство что просит. Просто на канале сейчас очень много таких проектов, которые, так скажем, бесконечные, такие как DayZ, Forest иногда выходит, что там еще, ну, какие-то вот такие вот забеги, FIFA, которые, в принципе, тоже не имеют начала и конца, и в основном вот такие вот видео, но и также есть Last of Us, которые мне очень нравятся, и я думаю, буду продолжать, конечно же, его до конца, потому что он уже снятый, буду его выкладывать, вот, и хочется какие-то вот такие именно сюжетные видео, так что, ребят, все зависит от вас. Планов, в принципе, много, у нас будет октябрь и ноябрь, такие прям усиленные по играм, я уже писал в группе, кто не знает, ссылочка есть в описании видео, ссылочка на группу, вступайте, там много новостей всегда, обычно я и репосты со своей страницы туда делаю, также добавляйтесь на мою страницу, чтобы быть в курсе всего, как я уже говорил, что все новинки, которые будут выходить, будем смотреть, это будет либо первый взгляд, либо прохождение, либо какие-то просто забеги, так что будет много-много всего, также FIFA 15, конечно же, ну, это все чуть попозже, а сейчас вот в основном, я думаю, это, конечно же, о Far Cry третьем, потому что и в голосовании, в двух голосованиях, большинство голосовало за него, ну, посмотрим, в течение недели выйдет три серии, и уже от них будем отталкиваться, так что, ребят, все зависит от вас, спасибо вам огромное, я думаю, на этом будем заканчивать, в принципе, не так уж и много новостей пока, отдыхайте, набирайте сил, пока есть лето, дышите свежим воздухом, гуляйте с друзьями, съездите куда-нибудь искупаться, отдохнуть, шашлычки там всякие, вот, ну, а с вами был Локи, мы еще увидимся в других подкастах, и прохождениях, просто, каких-то забегах, всем спасибо за просмотр, и пока-пока, пока.